всем доброе утро добрый день доброй ночи у кого как совпало короче и сегодня господа хорошие мы будем с вами изучать правила состояния ссылок css так что это за правила такие вы могли замечать эти самые действия этих псевдоселекторов их так называют еще псевдоселекторы ну к примеру где нибудь на сайтах когда вы наводите курсор мыши там на ссылку она вдруг ни с того ни с сего меняет свои свойства там цвет какой нибудь другой примет на себя курсив например и поменяет там размер вот такие вот всякие штуковины но это придает некоторую такую интерактивность с сайтом да вот некоторые злоупотребляют этими свойствами и получается даже как то некрасиво но мы сейчас разберем короче эти псевдоселекторы их на самом деле у ссылок четыре штуки этих псевдоселектора первый это линк состояние непосещенной ссылки это когда только только у вас страница загружается и вы смотрите на эту ссылку и вот какой у нее сейчас цвет там размер это все можно уже отрегулировать изначально при помощи этого псевдоселектор линк ну дальше естественно например вы решили навести курсор мыши вот так вот на эту ссылку и она вдруг там может поменять цвет резко или там еще чего-нибудь другое это вот ховер псевдоселектор ховер вот следующая это актив то есть когда вы уже кликайте по ссылке она может тоже поменять там все что угодно это все можно регулировать через таблицу стилей мы это посмотрим как делается ну и последний псевдоселектор четвертый это visited переводится как посещенная ссылка то есть вы возвращаетесь обратно на этот сайт и эта ссылка у вас может поменять там какой-нибудь цвет так выделиться каким-то другим цветом чтобы это понять дать вам понимание того что вы уже перешли как бы по этой ссылке вот такая вот технология давайте теперь посмотрим это на практике ну переходим в таблицу стилей вот я тут уже писал эти псевдоселекторы тренировался давайте я их удалю сейчас и заново сейчас будем их писать вот пишем а двоеточие и первый псевдоселектор линк вот так вот он пишется все очень просто вот то есть это у нас означает что вообще всем тегом а на странице мы сейчас придаем псевдоселектор линк ну и по нашему обыкновению задаем ему цвет какой нибудь тут любой вот видите сколько тут всяких цветов формате текста вот такой вот сейчас зададим фу фуш сия какой то какой то такой японский непонятный цвет сохраняем переходим в браузер и смотрим вот видите такой розовенький цвет цвет эту вот ссылку у нас приняла значение линк вот вот это уже не приняла а не приняла она его потому что у нас изначально уже цвет задан вот этой вот ссылке вот смотрите помните мы проходили селектор и потомков и здесь мы задали всем ссылкам в этом во всех тегах п чтобы цвет был такой вот dark grey вот поэтому это вот правило оно важнее оно превосходит как бы вот это вот правило линк псевдоселектор поэтому цвет становится таким то есть вот таким dark grey но смотрите какой тут момент еще есть вот тут вот нижние две ссылки они тоже находятся в теге p и тоже такие же ссылки вроде бы да но вот это вот на себя принимает значение линк но она видите она тоже находится в теге p и по идее должно она должна быть тоже серой вот это вот ссылка но не принимает она на себя это значение потому что здесь видите нету конкретного адреса то есть майл то тут какой то вот ссылка на на то чтобы написать сообщение текстовое там на электронный ящик тут тест емайл точка ру вот если бы тут было конкретный адрес вот как здесь вот http сопольская точка нет то уже псевдоселектор линк уже бы не сработал для этой ссылки вот давайте я тут вообще удалю так ну ладно дальше теперь посмотрим второй псевдоселектор хоббер 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 это уже при наведении значение будет меняться у ссылки тоже какой нибудь цвет любой color давайте сейчас я в фотошопе какой нибудь цвет выберу тут как то поудобней вот какой нибудь такой вот темно зелененький цвет вот я копирую значение этого цвета переходим и тут через знак решетки вставляю этот цвет и теперь любуемся на результат вот смотрите навожу ну значение поменялось на хоббер вот у этой ссылки и здесь также вот видите все у нас прекрасно работает так также можно поменять им и цвет ну не только цвет значение какое нибудь там шрифт поменять там размер шрифта еще чего нибудь но тут уже на вашу фантазию дальше третий псевдоселектор это актив вот тоже какой нибудь цвет ну какой нибудь такой вот 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 такой сейчас скопируем тут прописываем color и вставляем значение все обновляем смотрим вот навожу срабатывает значение хоббер вот кликаю видите уже значение принимается на актив активная ссылка вот отпускаю слово у нас уже становится ну принимают на себя значение линк вот опять навожу кликаю сразу видите тройная такая получается тройной цвет у ссылки так так и последний 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 правил состояния это visited так color так не сюда зашел ну visited какой нибудь вот такой вот желтоватый цвет сейчас передадим все сохраняю проверяю вот эта ссылка сразу стала желтой браузер запомнил что мы по этой ссылке переходили и она сразу же стала желтой ну и здесь тоже вот по этой ссылке я уже видимо когда-то кликал браузер это запомнил и видимо решил чтобы эта ссылка приняла на себя значение visited вот поэтому я не рекомендую вам вот давать ссылкам вот это вот значение visited потому что ну что теперь смотрите она постоянно будет желтой даже вот когда пользователь вроде бы уйдет с вашего сайта потом вернется и все равно эта ссылка будет желтой до тех пор пока он что ли там куки у себя там кэш не почистит браузер блин не советую вам принимать ну пользоваться вот этими псевдоселекторами visited это все портит так вот hover вот в основном часто употребляется hover и active а остальные псевдоселекторы link visited они не в популярности если уж вам надо там какой то такой супер интерактивности то лучше это все делать через java script там намного больше возможностей всяких но это совсем другая история все господа до следующих видео уроков подробнее все с ем все подробнее это будет